В зависимости от психоактивных веществ Ну, конечно, это тема для циклов, для лекций Безусловно, она очень объемная, она очень многофакторна Она и социальна, она и психологична, она и философична, и она и клинична Поэтому я хотел сейчас только на одном аспекте остановиться Вот, кстати, он часто сквозит в беседах и вопросах пациентов Вообще, обратима ли зависимость, то есть, можно ли вылечиться И, конечно, от ответа на этот вопрос, собственно, от постановки Лечебного процесса, исходя из понимания вот этого вопроса Многое зависит Ну, надо сказать, что лечение зависимости, оно длится долго Оно длится долго, в среднем, ну, вот по данным международных обзоров Ну, где-то 10-15 лет Чтобы можно было говорить уже о каком-то преодолении Зависимости или хотя бы преодолении нежелательных трендов Явном уменьшении срывов, частоты срывов И значительном увеличении периода ремиссии Но есть такое поверье, что зависимость не преодолевается Она останавливается И останавливается, может быть, навсегда Вот, но останавливается все-таки Значит, из тех людей, тех пациентов, которые Проводилось такое исследование, которые были помещены Ну, помещены условно, конечно, по своему желанию В такие специализированные учреждения Вот, которые можно назвать интернатами, но в кавычках, конечно То есть учреждения разного, так, у разной степени строгости С приходом, уходом, с посещениями Ну, такие вот учреждения с изоляцией, скажем Пациентов Так вот, из них при первом поступлении 75% покидают эти заведения Потом они могут возвращаться вновь Опять 75% И так где-то вот процент становится 50-20 И, в общем, многие справляются со своей зависимостью Поэтому Здесь, мне кажется, нужно понимать Что фатальной Неизбежности Продолжения Зависимости Фатальной неизбежности Срывов Не существует Но в то же время Надо давать себе отчет, что Процесс этот Можно остановить Он остановим Но Это не так быстро Не так легко И требует Усилий С разных сторон И с личности И с врача И с психолога И с социальной стороны Жизни Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова